Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. И сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Доброе утро. Днём без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью ожидается от плюс 7 до плюс 9 градусов. Днём 18-20 градусов со знаком плюс. Последний год во всём мире самой актуальной темой, без сомнения, является тема коронавирусной инфекции и всё, что связано с этим. Что за новые штаммы пришли в нашу жизнь? Как нам с ними себя вести и насколько обязательно вакцинация? На эти и другие вопросы в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой ответит врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Рината Бежукова. Доброе утро всем. Доброе утро, Рината Хаджимурзовна. Доброе утро. Я благодарю вас за то, что нашли время и пришли к нам в гости Рината Хаджимурзовна. Последний год он изменил всю нашу жизнь на 100%. Вы, как никто другой, знаете об этом. Я имею в виду эту коронавирусную инфекцию, которая вселила в людей страх. В первую волну, как говорится, вы были в эпицентре событий. Через вас много-много информации прошло, много вы чего видели, чего знаете. И я знаю, что вы этой проблемой тоже занимаетесь сейчас. Говорят, в нашу страну пришёл новый штамм. Два штамма. Южноафриканский и британский. Так, чего нам бояться опять? Доброе утро. Да, к сожалению, вирус мутированный пришёл на территорию Российской Федерации. Это британский, это южноавстралийский. Поэтому, что нужно знать по этим вирусам? Паниковать не надо. Нужно просто пока не расслабляться и не снимать маски для того, чтобы себя защитить от вируса и, естественно, не посещать массовые места. Это обязательное требование. Это обязательное требование, в котором мы живём уже, наверное, год, даже чуть больше года. Рината Хаджимурзовна, вот эти штаммы, они страшнее, честно? И есть ли в Карачаево-Черкесии уже случаи заражения? В Карачаево-Черкесии случаев заражения именно мутированными штаммами нет. Пока что нет, но вы все знаете, что закрываются границы с Турцией. И вероятность всё-таки завоза с Турецкой Республики именно мутированного штамма, конечно, существует. И процент её, к сожалению, велик. Не хочется налагать на вас какую-то ответственность, но я знаю, что вы этой темой очень плотно занимаетесь. Вы доктор-инфекционист. Да. Будет ли третья волна? К сожалению, я думаю, что будет. Я вам скажу, когда первая волна закончилась, меня точно так же спросили, будет ли вторая. И вторая была, и, к сожалению, по прогнозам всё-таки, я думаю, и третья волна будет. Почему? Объясню. Потому что мы всё-таки не достигли коллективного иммунитета пока что. У нас не сформировался коллективный иммунитет. Поэтому я думаю, что будет, скорее всего, третья волна. Но теперь уже мы, зная и имея опыт лечения в двух волнах, да, коронавирусной инфекции, COVID-19, всё-таки я думаю, что уже с новыми силами и с новыми знаниями и возможностями, если будет необходимость, мы встретим и третью волну. Я благодарю вас за полную информацию, желаю вам успехов в работе. И дай Бог, чтобы поскорее настал тот день, когда бы мы вспоминали об этом, как о страшном сне. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Ну а наш информационный эфир в 9.00 продолжит вещание на Ногайском языке. Хорошего продолжения дня. До завтра. Радость бывает разной, но повод для неё один. Скидки до 80% в 5.85 золотой. 5.85 золотой. Дарите эмоции. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова